Я напомню, что мы продолжаем погружение через изучение тех истин и тех откровений и того утешения, которое предложил нам пастор Аркадий в служении в пятницу. И он это делает уже достаточно продолжительное время. Дефициант 4 глава, 22-24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Это место Священного Писания стало ключевым и корневым в это последнее время для нашего служения. И поэтому мы будем продолжать говорить о воине молитвы и какие средства необходимы, чтобы посредством нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. А вот средством для обличения самого себя в полномочия своего нового человека является оружие молитвы. И, как мы знаем, определение молитвы, что это не только средство общения человека с Богом, но и священное и юридическое право, представляющее орудие, приводящее в действие законодательство Божие, которое человек даёт на вмешательство небес в сферы земли. Истинная молитва обладает той же природой, которой обладает Бог и пребывает всегда там, где пребывает Бог. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Иоанна 4, 25-24. Наш Бог – это Бог цели, и Его цели неизменные. Для достижения своих целей у Бога всегда есть абсолютный и совершенный план. Для выполнения своего плана у Бога всегда есть могущественная, вечная и неубывающая сила, выраженная в Его Слове и Святом Духе. А для активизации своего Слова в силе Святого Духа у Бога есть один неизменный способ, который называется молитвою. Общение с Богом может протекать только через искусство молитвы, которое выражает себя в поклонению Богу в Духе и в Истине, которое определяется всегда через поиск воли Божьей. Поклонение в Духе и Истине – это когда человек ищет воли Божьей. А воля Божия заключается в оцарении Мессии Иисуса Христа в Его Царстве, которым является Дух, Душа и Тело Святого Человека. И вот по наличию престола Давида следует определять Царство Божие внутри человека. Из слов Христа следует, что Царство Божие внутри человека не может ограничиться Духом Человека, но оно призвано распространяться на всю субстанцию человеческого естества, включая вот Дух, Душу и Тело. И напомню, что местным престолом Давида в Духе человека является совесть человека, очищенная от мёртвых дел. Местным престолом Давида в Душе человека является обновленный ум человека в достоинстве ума Христова. Это как раз та состояние человека, где он своим информационным органом может контролировать свой эмоциональный орган. То есть информационный орган – это наш обновленный ум, а не просто абстрактно Дух. В Дух? Но если наше мышление не обновлено, то наш Дух ничего не может контролировать в нашей Душе. Наш Дух может контролировать наше тело и все эти эмоции только через светило меньшее, то есть обновленный ум. А вот третье место престола Давида в теле человека является язык человека или же его уста, который исповедует веру в его сердце. Исходя из откровений Писания, наша молитва в качестве воина. Молитва должна быть неотступной, усердной, прилежной, с дерзновением, благоговейной, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем, во Святом Духе. И давайте приведём антонимы тем свойствам, которые я сверху перечислил. Неотступность, антоним, неверность и непостоянность, усердие, антоним, то есть антоним это противоположное слово, усердие, противоположное слово, противление, прилежность, антоним, лень, дерзновение, антоним, дерзость, благоговение, антоним, пренебрежение и ненависть, вера Божия, антоним, неверие и противление вере Божией, благодарность, антоним, неблагодарность и жестоковыдность, радость, антоним, печаль и уныние, страх Господень, антоним, страх человеческий. И мы с вами остановились на седьмой составляющем – это молитва с благодарением, или же благодарение в молитве. Благодарение в молитве – это выражение и раскрытие благодарного сердца перед Богом. И нам было предложено четыре вопроса. Вопрос первый – определение сути и назначения благодарения в молитве. Второй – цена за обличение в благодарение. Третье – сохранение и развитие благодарения. И последнее – плоды и награда благодарения. на последнем вторнике мы с вами ответили на первый вопрос, который состоял из двух составляющих. Первый — дать определение сути благодарения и назначение благодарения в молитве. Мы остановились, мы определили суть и остановились на назначении благодарения в молитве, для чего нужно благодарить Бога. И мы с вами прошли восемь составляющих, и давайте сразу начнем с девятой составляющей — назначение благодарения в хвале, в молитве. Какой она преследует цель? Зачем благодарить Бога? Итак, девятая составляющая. Назначение благодарения в хвале преследует уникальную возможность призывать Бога на основании Его уставов. Сафония 3 глава 8-9 стих. Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения. Ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего. Ибо огнем ревности моей поздно будет вся земля. Тогда опять я дам народу муста чистой, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Итак, назначение благодарения в хвале – это призывать Бога согласно Писанию. Что значит призывать Бога? То есть мы видим здесь, что это стоит в повелительной форме. Это приказ, что народу должны призывать Бога, и что Он грядет во гневе своем. И зная, кого мы ожидаем, неплохо бы изучить, а как нам призывать того, который идет на эту землю в страшном гневе. Слово «призывать» состоит из двух составляющих. С одной стороны, призывать имя Бога означает настроить свое сердце на слышание того, что скажет Бог, и с готовностью ожидать, что немедленно и неукослительно выполнить все, что скажет Бог. А с другой стороны, призывать имя Бога означает благодарить Бога за то, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Итак, что такое призывать Бога? Во-первых, это не говорить, это опасно. Мы имеем дело с Личностью, которая идет во гневе своем. И Он говорит, я иду, чтобы меня призывал мой народ. Призывать Бога, как нам было дано определение, это, во-первых, настроить свое сердце для слышания. Настроить сердце – это значит иметь преклоненное ухо. И только когда Господь увидит качество преклоненного уха, после этого Он позволит моим устам благодарить Его. Поэтому призывать – это, во-первых, слушать, и, второе, только потом говорить. Если я говорю и слушаю, то здесь, разумеется, духи обольщения для них – это очень хорошая платформа. Итак, призывать Бога, слушать, и только потом говорить. Более же полное значение фразы «призывать Бога» на иврите обозначает «устроить себя в жертвенник Господен, устроить себя в суды на перстник, устроить себя в стену, с имеющейся в ней башней, представить тело своего жертву живую и святую, благоугодную Богу, с терпением и упованием ожидать того, что скажет Бог, страстно желать и быть готовым к выполнению того, что скажет Бог, поклоняться Богу в Духе истине, выражать признание над собой и власти Бога в лице Его посланников, выражать свою любовь к Богу во всякой благодарности, чтить Бога десятинами и приношениями. То есть, когда у евреев говорят «призывать Бога», вот это минимум, вот столько составляющих, они понимают, что значит «призывать Бога». У всех этих составляющих еврей должен был призывать Бога. Будет ли это десятина, будет ли это любовь, выраженная в благодарности, будет ли это признание власти священника над ним, везде вот это слово «призывать Господа», оно там участвует. Итак, встает вопрос, как настроить и приготовить свое сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог. Кто скажет, а вы могли сказать, что сказать Богу, чтобы он меня услышал? Нет. Об этом мы говорим, и пастор много говорит, но пастор сосредоточил свое внимание на то, как приготовить свое сердце к слышанию, потому что я напомню, что призвать Бога – это вначале научиться слушать Его, что категорически противоречит моим душевным амбициям. Не успел поднять телефон и без остановки. Человек подходит, может спросить вопрос, да. Вы знаете, я сижу, смотрю, слушаю, слушаю, человек говорит, пять минут. И потом он встает и говорит, благодарю тебя за ответ. Я говорю, хорошо, до свидания. Со мной это нормально. Но с помазанниками Божьими такой номер не проходит. Болтливость не поощряется Богом. Такой поступок с Богом в присутствии Бога крайне не поощряется. Итак, приготовить свое сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог – это наблюдать за ногой своей. Это первая составляющая. Их всего семь составляющих. Не всего, а их много, но минимум, на которые мы сегодня согласились увидеть семь составляющих, каким образом приготовить свое сердце к слышанию Слова Божья. Первая составляющая, которой мы знаем и которая постоянно у нас высвечивается на дисплее – это наблюдать за ногой свою, когда мы идем в Дом Божий, и быть готовыми более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Екклесиас 4, глава 17 стих. Наблюдай за ногой твою, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Они не знают, что они очень худо делают. То, что идут в Дом Божий, чтобы приносить жертвоприношение, когда слушание стоит на первом месте. Итак, наблюдать за своей ногой – это наблюдать за своими мотивами и целями, которые мы преследуем в поклонению, чтобы определиться, откуда они исходят, из наших желаний или из желаний Бога, выраженных Его благой, угодной и совершенной волей. И чтобы получить возможность и способность отличать и отделять свои желания от желаний Бога и не выдавать свои желания за желания Бога, для этого необходимо выполнить определенные условия. И эти условия в устроении самого себя в стену с башней. Чтобы не выдавать свои желания за желания Бога, как Господь сказал, Господь хочет, вот необходимо воздвигнуть в самом себе стену с его совершенства с башней, способность слушать. И вот с этой позиции, с которой Бог мог бы слушать нашу благодарность в молитве, мы могли бы услышать Бога в Его благодарности, где Он дает нам свою милость для благовременной помощи. Давайте прочитаем об этой башне. Паучок. Аввакум 2 глава, 1-3 стих. «На стражу мою встал я, и стоя на башне наблюдал, что узнать, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Итак, мы видим здесь, пророк говорит, что он встал на башню. То есть он образовал в себе стену вместе с Духом Святым, и на этой стене была башня. Стена – символ совершенства. Если человек говорит о совершенстве, но и совершенно не имеет способности слушать, мы должны понимать, что мы имеем дело с религиозным человеком. Он может очень много говорить, он может очень правильно говорить, но у него нету одной маленького нюанса – он совершенно не может слушать. У него истина без башни, без способности слушать. И это религиозный, душевный, эрудированный человек. Вот давайте посмотрим на книгу «Песни песней» и посмотрим эту башню. «Песни песней», 7 глава, 5-7 стих. «Нос твой, это о возлюбленной говорится, башня ливанская, обращенная к Дамаску. Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твои, как пурпуру. Царь увлечен твоими кудрями, как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная твоей миловидностью». То есть Господь называет миловидностью башню ливанскую, или же нос, который похож на башню ливанскую, который обращен к Дамаску. И обратите внимание, он обращен к Дамаску, и в то же самое время сразу переходит речь о покрывали. Он восхищается ее кудрями. То есть вот иметь такую башню, это, во-первых, конечно же, открывать свое ухо для слышания благовествуемого слова. В первую очередь. Потому что здесь сразу после восхищения носом возлюбленной он восхищается ее прической. Почему? Потому что прическа, кудри, это способность слушать. И когда я прихожу к помазаннику Божьему, у меня есть время задавать вопрос. У меня есть пастори вопрос. И мне обычно дается... Ну сколько мне надо задать вопрос? От 15 до 30 секунд. А вот пастор, когда его отвечает, он может занять час, два, может ответить в течение одной минуты на его усмотрение. Вот здесь я демонстрирую, что я как раз вот эта прекрасная из женщин, которой Господь увлечен, и которая отличается своей миловидностью. Второе. Приготовить свое сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог, это осознать и признать невозможность спасти себя собственными делами и добродетелями. Это мы проходим, как приготовить свое сердце к слышанию, которое висит у нас на транспаранте, на дисплее. Что он из себя включает? Семь аспектов. Минимум хотя бы святаянодородор, их запомнить и их помнить постоянно. Вот мы постоянно читаем, у нас в начале служения не висит. И мы, смотря на это место, будем вспоминать всю ту красоту и всю ту суть, которая там заключается. Вот первое мы поговорили о том, что необходимо иметь стену, на которой есть башня. Совершенство выражается в способности слушать помазанное Слово Божьего. Второе. Приготовить свое сердце к слышанию. Это осознать и признать невозможность, что я могу сам себя спасти. Бытие 4 глава, 26 стих. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Когда начали призывать имя Господа? Тогда, когда родился Енос. В сочетании этих двух имен содержится нищета Духа, дающая юридическую возможность призывать Бога или прибегать к Богу. И выражается нищета Духа в невозможности спасти себя добрыми делами, инициатором которых является наша плоть. Итак, имя Сиф означает «замена» или «положенное в основании», а имя Енос – его сын. Означает человек, который не может спасти себя добрыми делами. Невозможность спасти себя своими делами должна стать основанием нашего сердца, выраженного в достоинстве нищеты Духа. Ефесянам 5 глава, 3 стих. «Блажены нищие Духом, ибо их есть Царство Небесное». Нищие Духом – это люди, добровольно отказавшиеся от всякой надежды на плоть и на все то, что связано с плотью, умершие для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний. А теперь давайте посмотрим на апостола Павла и увидим на практику в его жизни, в его сердце наличие Сифа и Еноса. То есть у него было положено основание. Сиф, который родил Еноса, своего сына, который означает «я не могу себя спасти». Это очень важно. Если Бог не увидит Господь, мягче говоря, если Господь не увидит в нашем сердце наличие Еноса, а только Сиф, Он не будет с нами кооперировать. Только когда Сиф родил Еноса, откровение, что «я не могу себя спасти своими добрыми делами». Только потом люди начали, пробуждение началось, начали призывать Бога, молиться к Богу, и Бог начинал отвечать и говорить с ними. Вот в жизни апостола Павла как был рожден Енос, то есть немогущий себя спасти. Филиппинцам 3 глава, 7-11 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел Четою, да и все почитаю Четою ради превосходства, познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем». «Рождает Сифа, апостол Павел». Ну, здесь он, разумеется, уже родил. Такие слова писать может такой человек, который имеет в своем сердце Сифа. «Невозможно спасти себя самого добрыми делами. Не со своей праведностью, которая законна, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Как много его, 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 его. Кто такой его, с Божьей Богу? Иисус Христос. Третье. «Приготовить свое сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог, означает облечься в достоинство раба Господня». Третье царство, 8 глава, 52 стих. «Да будут отче твои отверстия на молитву раба твоего и на молитву народа твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать тебя». То есть мы видим, что облечься в достоинство раба Господня – это, по примеру своего небесного Отца, поставить себя в зависимость от благовествуемого Слова Его посланников и от Святого Духа. Нам достоверно известно отношение Бога к своему Слову, которое исходит из Его уст. Как только это Слово выходит из уст Его, из уст Бога, Он, то есть Бог, добровольно и сознательно ставит себя в зависимость от своего Слова и становится рабом своего изреченного Слова. Вы скажете, подождите, ведь эти слова говорили люди, да, люди эти были устами Бога, пророки Божьи. Это Он, всемогущий Бог, поставил себя в рабство от того, что написали апостолы и пророки? Да, потому что апостолы и пророки являются Его устами. Нам трудно себя назвать учеником и веде себя учеником, а Богу очень легко. Он поставил себя в зависимость от слов, которые говорили люди, движимые Духом Святым. Это какое надо иметь смирение всемогущему Богу Отцу? Вот посмотрите, как написано в Солом 137, 2, как Давид относился к этому качеству раба. «Поклонюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». И опять, когда мы говорим Слово Твое, мы берем не вот так «Моя Библия», это слово «Твое». И когда мы открываем содержание, мы читаем, что здесь нет слов «послания от Отца», «послания от Сына», «послания от Духа Святого», «послания от Архангела», «от Михаила», «от Гавриила». Ничего подобного. Это послания от человеков, движимых Духом Святым, которых Писание называет устами Божьими. И Бог себя поставил в зависимости и находит в этом удивительное удовольствие. Удивительная Личность Бога. Один говорит мне, слушай, мне кажется, я вообще не знаком с нашим Богом. Я слушаю пастыря, мне кажется, я совершенно не знаком с нашим Богом. У меня тоже такое впечатление иногда. Когда прохожу на уроке, и снова проверяю, изучаю, осталось такое положение. А поэтому слова Бога по своему авторитету и по своему полномочиям становятся равными авторитету и полномочиям самого Бога. В силу этого слова молитвы, которыми молится воин молитвы в соответствии требований воли Божьей, по силе своего авторитета и по силе своих полномочий становятся равными силе авторитета и силе полномочий слов Бога. Вот составьте такое предложение. Сколько вам возьмет времени, чтобы составить такое предложение? Четвертое. Лицемер не будет утешаться и призывать Бога во всякое время, потому что призывать Бога может только праведный человек, а призывать Бога, как здесь написано, это утешаться вседержителем. В данной составляющей готовность сердца к слушанию и исполнению того, что скажет Бог, состоит в наличии утешения нашего сердца вседержителем, которое дает нам право и возможность призывать Бога во всякое время и тогда, когда на нас приходит беда. Псалом 36,4. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Утешение вседержителем состоит в том, что никакие скорби, никакие материальные и физические утраты, включая смерть нашего тела, не способны поколебать утешение вседержителем, который держит в своих руках нашу судьбу и пребывает с нами как в жизни, так и в смерти. Римлянам 14,7-9 стих. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господни? Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Пятое. «Приготовить свое сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог, означает стать добровольным пленником Бога». То есть сдаться Богу в плен. Псалом 79,18,19. «Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе, и мы не отступим от тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя твое». Вот эта фраза «оживи нас» на иврите означает «оставь нас в живых, возьми нас в плен, сделай нас своими пленниками». «Но ты возьми нас в плен, и мы будем призывать имя твое». Учитывая, что мы сотворены Богом, суверенными, Бог не может пленить нас без нашего на то согласия и нашего желания. Псалом 67,19,22. «Ты вошел на высоту и пленил плен». Обратите внимание, мы были в плену. И чтобы мы могли призывать Бога, Он должен взять в плен пленных. «Не дай свободу». Он дает свободу только на одну секунду. «Благодарю тебя, Господь, за свободу». И после этого я подписываю вердикт. Вечный пленник Господа Иисуса Христа. Он пришел не для того, чтобы дать свободу. А вот интересно, как здесь написано. Он вошел на высоту, на Голгофу. Умер. Потом поднялся и воссел в одесную престол величиной высоте. Зачем? Чтобы взять пленных в плен. Пленил плен, принял дары человеков так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас. Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих. Волосатое темя закоснело в своих беззакониях. Когда Он сокрушит вот такое темя закоснело в своих беззакониях? Тогда, когда те, которые находились в плену у ада, станут пленниками Иисуса Христа. Иисус сказал, кто не со мной, тот против меня. Кто не в моем плену, тот в плену сатаны. Ты скажешь, уууу, как-то звучит. И кто не собирается со мной, тот расточает. Поэтому человек, который не находится в плену Иисуса Христа, это человек, не собирается с Богом, а это расточитель. На практике быть со Христом в его напастях и собирать с ним, это быть добровольным пленником Бога. Вот так красиво заканчивается это повествование. Шестое. Приготовить свое сердце к слушанию и исполнению того, что скажет Бог, означает верить, что Он есть, и искать Его, то есть ищущим Его воздает. Евреям 11 глава, 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу уверовал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В данном случае слово «вера» означает повиновение благовествуемого слову посланников Бога. То есть это то, чему повинуется Бог, от нас больше не требуется. Бог требует повиновения тому, чему Он повинуется. Он не повинуется словам Архангела Михаила, Он не повинуется своим собственным идеям. О, идея пришла. Нет, Он повинуется всему тому, что написано в благовествуемом слове. Это слово «вера». «вера», а вот слово «веровать», «вера» в действии глагол «веровать» означает доверять Богу, что Он бодрствует над словом Своим, веренным Своим посланникам, чтобы это слово скоро исполнилось. «Веровать» или «доверять Богу» означает надеяться на Бога и уповать на могущество Его Слова. Иеремия, 1 глава, 11-12 стих. «Ибо слово Господне, и было слово Господне ко мне. Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал, «вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне, «ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Со стороны Бога бодрствовать над Своим словом, которое вышло из Его уст, еще раз делал поправку, кто такие Его уста? Вот Его уста. Можем открыть книгу «Содержание», прочитать эти уста, имеют руки, ноги и имеют те же желания и те же слабости, которые имею я. Со стороны Бога, еще раз повторю, бодрствовать над Своим словом, которое вышло из Его уст, означает постоянно стоять на страже своих слов, наблюдать за своими словами, не терять из вида своих слов, сосредотачиваться на своих словах, покоиться в своих словах, быть удовлетворенным в своих словах, наблюдать за исполнением своих слов. Учитывая, что Бог сокрыл Своё Слово в нашей совести, очищенное от мертвых дел, исполнение Его Слова будет зависеть от исповедания веры нашего сердца. То есть здесь надо, пастырь в последнее время говорит, вот на таких словах, которые Бог будет исполнять. Я понимаю, я показал сюда на «Содержание», показал на великих людей, но эти великие люди сидят в этом зале. Вы скажете, ну это вообще уже. Да, уста Божии. Те святые люди, которые сидят здесь и которые молятся в согласии с Божьей волей, это тоже Божьи уста. И они находятся здесь, среди нас. И поэтому, когда здесь написано, что Он бодрствует над словом Своим, над каким словом? Вот которое произносится в Его храме. Седьмое. Приготовить свое сердце к слышанию и исполнению того, что скажет Бог, это призвать Бога во время смертных болей и адских мук, чтобы Бог избавил нашу душу от смерти. Псалом 114, 3-4. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. «Тогда призвал я имя Господня, Господи, избавь душу мою». Когда Сын Божий, будучи по своей природе праведником первой инстанции, призывает имя Своего Небесного Отца в статусе Сына Человеческого, как воин молитвы, то Его молитва, как эталон подражания, всегда отвечает требованиям совершенной воли. То есть всегда, когда Сын Иисус Христос говорит с Отцом, и это мы видим, и читаем, и находим на страницах, оно всегда соответствует стандартам и эталонам совершенной воли. В данной пророческой констатации мы встречаемся с эталоном высшего посвящения Богу, который выражается в напастях постигших Сына Человеческого, в которых Он проявил упование на Бога в послушании воли Божьей до смерти и смерти крестной. То есть мы прочитали Псалом, а теперь давайте увидим у Луки те слова, которыми молился и кричал Давид. Оказывается, эти слова были Иисуса Христа. Луки 22, 41-44 «И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, ой, если бы ты благоволил принести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Вот эти слова. «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с неба и укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. Чтобы обладать степенью такого тотального и всеобъемлющего посвящения воле Божьей, в которой мы могли бы, подобно Сыну Человеческому, явить упование на Бога в послушании до смерти, смерти крестной, нам необходимо отождествиться в смерти Его Сына с Его напастями. То есть понятие слова Христа можно только, когда мы отождествляемся в смерти Господа Иисуса Христа, в Его напастях. Умираем для своего народа, для своего дома, и для своих, разумеется, вожделений. Именно вот в этих трех субстанциях мы можем встретиться с напастями Христа и молиться в согласии воли Божьей. Десятое. Благодарение в хвале призвано высвобождать в нашем сердце жизнь Бога, сокрытую в уставах Божьих. Так, постой, одну минуточку, сейчас я сориентируюсь. Правильно, да? Все правильно? Ну, хорошо. Если правильно, буду продолжать. Я же читаю. А вы слушайте. Да, девятый, десятый. Хорошо. Спасибо. Так, чтобы немножко напряжение, а то я говорю достаточно быстро, и напряжение очень. Слушай, такое напряжение сильно, вот такая небольшая разрядочка. Хорошо. Хорошо. Давайте десятое. Благодарение в хвале призвано высвобождать в нашем сердце жизнь Бога, сокрытую в уставах Божьих. Иов 38, 25, 27. Кто проводит потоки для излияния вод и пути для громогласной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травмные зародуши к возрастанию. Образ безлюдной пустыни, где нет человека, на который Бог благоволит изливать поток живых вод, это образ благодарного сердца, ищущего Бога, которое стало таковым благодаря тотальному посвящению себя Богу, которому предшествовал образ тотального освящения. В силу этого фактора сердце такого человека стало безлюдной пустыней или же освященным для Бога. Только безлюдная пустыня может стать Едемом в нашем сердце, местом нашего поклонения в духе истине, источником премудрости и местом пребывания ума Христова. Только пустыня безлюдная может стать таковой. Посредством истины, только посредством истины Бог увлекает нас в общение в пустыню, чтобы говорить к нашему сердцу и дать нам оттуда наши виноградники и долину Ахор. Осия, 2 глава, 14-15 стих. Посему вот, я увлеку ее, как увлеку? Через благовествуемое слово, через учение, мы с вами говорили, как увлеку ее? Через невесту жену Агнца можно увлечь только откровением, не лжеучением, которое сидит от слуху, а сильным Божьим откровением, когда все места гармонично связаны между собой. Вот так и можно определить возлюбленную. Посему я увлеку ее через откровение, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее и дам ей оттуда, откуда оттуда, из пустыни, виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в одни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской. Итак, долина Ахор, о которой здесь написано, что Господь сказал, что если я смогу через слово благовествуемое увлечь жену-невесту Агнца в пустыню, в полное освящение, в тотальное посвящение, то он нам даст долину Ахор в преддверии надежды перед своим пришествием. Долина Ахор в преддверии надежды нашей это обетование, обличение нашего земного тела в полномочии воскресения Христова. Это долина Ахор. Ну, какая цена сейчас, что получить эту долину Ахор. Долина Ахор в преддверии нашей надежды должна стать для нас благословением. Давайте вспомним, что в свое время долина Ахор являлась для Израиля памятником божественного возмездия и правосудия за покушение еврея Ахана и Иудеянина на святыню Господню, которой являлись прекрасной сенарской одеждой, 200 сиклей серебра и слиток золота весом 50 сиклей. Давайте прочитаем Навин, Иисус, 7 глава, 19, 26 стих. Тогда Иисус сказал Ахану, сын мой, раздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед ним исповедание и объяви мне, что ты сделал. Не скрой от меня. В ответ Иисусу Ахан сказал, точно я согрешу перед Господом Богом Израилем и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную сенарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом 50 сиклей. Это мне полюбилось и я взял это. Я хочу, чтобы мы увидели человека душевного, но который услышит в великие обетования Божьи и он зажегся и он взял их, эти обетования. И Богу это понравилось. Но один маленький нюанс. За это надо платить смертью. Посмотрим на Ахана с другой стороны. Когда пастор предложил с этой стороны посмотреть на него, я вообще в шок пришел. И Ахана никто не оправдывает. А нас оправдывает, что когда мы во грехах приходим с запинающим грехом и пастор проповедует нам величайшее обетование, которое лежат в преддверии надежды и рассчитано на жену-невесту Агнца. И мы говорим, беру, принимаю, люблю, буду платить цену и падаю обратно в грех. Но надо, чтобы эти обетования умерли с Аханом. Иисус послал людей и они побежали в шотер. И вот все это спрятано было в шотре его. И серебро под ним. Теперь ты взял серебро, а теперь надо пускать серебро в оборот, то есть в смерть. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилем и положили перед Господом. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота. Все обетования, которые вам нравятся, все, все, то, что вы слышали про поэтом пасторе, вот все, что вы приняли и взяли, пожалуйста, берите вместе с собою, берите своих сыновей, которых вы держите, и дочерей ваших, которых вы держите обетование, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор, Ахор, долину, которую Бог сказал, я вам обязательно ее верну, если я увижу смерть над душою, над Аханом. И сказали Иисусу, за то, что ты навел на нас беду, мы наводим, когда на нас беду? Здесь говорится об одном человеке, это не просто Израиль, ты Ахан, я Иисус Навин, он Моисей, а она Мариам, что это за глупости такие? Все это находится в одном человеке, все это находится в одном человеке. Я навел на себя беду, человек, который пришел в наше собрание, прошел мимо и послушал Слово Божие, говорит, я знал много таких событий, когда человек говорит, да это же, и дал такую скверную оценку. И потом, говорит, ты бы не смог там на похоронах поучаствовать. Я говорю, а почему? Ну вот так получилось. Очень много происшествий. Нам иногда кажется, что мы просто взяли, прошли мимо, нечаянно посидели, нечаянно услышали святые. За это придет расплата. И вопрос в том, получим ли мы нашу долину Ахор или не получим ее в себе наследие. И навел он на нас беду. Я навел на себя беду. Я навел на себя беду, когда пришел в церковь непоколебимое основание, в великую беду. Вот поэтому я веду себя скромно. Потому что я знаю, что и какая беда стоит. Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. И до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долину Ахор даже до сего дня. Итак, смерть Ахана в предмете нашей души, в долине Ахор, вместе со святыней Господней, в предмете прекрасной сенарской одежды, серебра и слитка золота, преследует цель, чтобы обрести обратно долину Ахор в предмете нашего земного тела в новом качестве и в новом достоинстве. Однако, чтобы понять достоинство и ценность святыней Господних в предмете сенарской одежды, серебра и слитка золота, погребенного вместе с Аханом над подгрудой и кучей камней в долине Ахор, которые были предназначены для усыновления и искупления нашего земного тела, нам необходимо будет хотя бы вкратце рассмотреть назначение этих святынь в земном теле человека. Итак, три святыни, которые нам были предложены, и ради которых Ахан был побит камнями. Бог был не против, и было странно, очень звучало, земля бетонная, нас приводит земля бетонная, что только земля бетонная, земля, которую обещал нам Бог. И когда Бог приводит туда, Он говорит, не трогайте, не трогайте, не трогайте, не трогайте, не трогайте, не трогайте, извините, пожалуйста. Это мы 40 лет шли из Египта. И когда я пришел, Он говорит, не трогайте, не трогайте, не трогайте, не трогайте, не трогайте, не трогайте, мое, 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 мое. А где мое? Он говорит, ты хочешь, чтобы это стало твоим? Да. Ты готов умереть? Тронь. И скажи, Господь, принимайте обетование и готов платить высокую цену. И груда камней до сего дня. И желательно, чтобы эта груда камней там и оставалась. Почему? Потому что когда Господь придет, увидит эту груду камней, что она на том месте до сего дня, Он говорит, вот все те обетования, которые были связаны с благословенной охор, они, оказывается, Господь говорит, не мои. Я хотел тебе их дать, но ты не был просто готов их принять. Теперь ты духовный человек, а не душевный. И ты не будешь присваивать славу себе, а будешь присваивать славу Богу. Итак, святыня в этих трех качествах. Святыня в достоинстве прекрасной сенеарской одежды это образ обличения нашего земного тела в нового человека, в котором наше тело, оставаясь земным, получает усыновление. Ефесян 4, 22-24. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в босительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в сенеарскую одежду, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Вторая святыня, за которой был подбит Ахан, или же прошла душа через смерть, в достоинстве серебра в 200 сиклей весом. Это власть входить во святилище, в присутствие Господня, в достоинстве нашего земного тела, освобожденного от власти закона греха и смерти. И третья святыня, в достоинстве слитка золота в 50 сиклей. Это образ, дающий нам власть обликаться в свободу Христову, в полномочиях Святого Духа, наделяя наше земное тело, освобожденное от власти закона, греха и смерти в субботу Господню. То есть, вы видите, я читаю эти места, вы говорите, о, какие там сильные откровения. Но вы эти откровения забудете на следующем собрании. Поэтому нам необходимо конспекты прочитывать почаще, чтобы помнить, потому что вся эта красота, и она открывается нам. И мы должны изучать их и пребывать в них, потому что это откровение, которое мы получили в статусе манны, как кориандровый орех, что если на завтрашний день она останется в этом же статусе, кориандровый орех, красивая, вкусная, завтра они заведутся черви. Все те откровения, которые мы приняли, и сохранили в своем сердце. Это еще ни о чем не говорит. Если мы сохранили в своем сердце и не работаем с этими откровениями, то представьте, сколько червей и сколько вони в сердце человека. Человек должен сработать со Словом Божьим. Должен сработать со Словом Божьим. Он не решает себя. Я принимаю. Это, говорит, обычный лентяй. Человек, который не хочет работать. Я принимаю для чего? Чтобы моментально обратиться и начинать изучать, потому что Слово направлено ко мне. И Господь говорит, вот до утра ты должен вот эту манну превратить, жарить, варить и другие там специи, пожалуйста, тоже приготовить из него блюдо. Тогда червей не будет. А если она останется в таком же положении, если пастырь сказал Слово, о, слава Господу, какое сегодня было прекрасное собрание. О, прекрасное собрание. Такие мысли говорил пастырь. Завтра все эти мысли будут вонючими червями. Не потому что слова были плохие, а потому что мы были плохими. И как это огорчает Бога. Итак, вопрос второй. Переходим к вопросу второму. Мы дали определение сути назначения благодарения, назначения благодарения в молитве. А теперь давайте перейдем ко второму вопросу. Какую цену и какие условия необходимо выполнить, чтобы наше благодарение отвечало требованиям воли Божьей? Итак, первая цена за право быть облеченным благодарением состоит в особого рода молитве, в которой присутствует бодрствование. Бодрствование — это цена за то, чтобы благодарить Бога. Колоссян 4 глава, 2 стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуйте в ней с благодарением». То есть благодарение идет вместе с бодрствованием. Исходя из данного повеления, чтобы наше благодарение в молитве отвечало требованиям Писания, необходимо, чтобы наша молитва, помимо статуса постоянства, обладала элементом бодрствования. Постоянство очень хорошо, но бодрствование идет вместе с постоянством. Бодрствовать в молитве означает быть бдительным, быть рассудительным, быть сдержанным, быть трезвым, быть внимательным, стоять на страже, наблюдать и столковывать Слово Божие. Еще раз прочитаем Аввакуму, 2 глава, 1-4 стих. «На стражу мою встал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалове моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надмена и не успокоится, а праведная свою веру и жив будет». Итак, читающий, о котором здесь написано. Раньше оно было написано с маленькой буквы, но пастор написал его с большой буквы, чтобы мы увидели там читающего с маленькой буквы и обязательно, чтобы мы увидели читающего с большой буквы. У нас в жизни должно быть два читающих. Один читающий с большой буквы, другой читающий с маленькой буквы. Читающий с большой буквы – это тот, кто проникает в сердце и видит его содержимое, читающий, Господь. Это одно из изумительных имен Бога, о котором сказано, и нет, тварь сокровенная от Него, но все открыто и обнажено перед очами Его. Более полное значение имени Бога, читающий, на иврите обозначает. Бог, читающий, это значит разумеющий, исполненный мудростью, проведящий, проникающий сквозь, видящий сокровенное, возносящий на свет сокровенное, призывающий в свое присутствие, провозглашающий в свою победу в искуплении, нарекающий новое имя, судящий или воздающий за веру и упование. Разумеется, между именем Бога, читающий с большой буквы, и между человеком, помазанным, читающим с маленькой буквы, на то, чтобы читать и выносить на свет сокровенную премудрость Бога, существует большая разница. Апостол Иоанн, начиная описывать откровения, полученные им на острове Патмос, говорил о себе, как о читающем с маленькой буквы, а о тех, кому он адресовал это откровение, он говорил, как о слушающих с маленькой буквы. Бог тоже слушает, только с большой буквы. Наш пастырь, брат Аркадий, он читающий с маленькой буквы. И он в то же время сейчас слушающий. Я слушающий с маленькой буквы. Ну, сейчас я читаю. Когда я выйду, такого никогда не будет на приставке, такой сюжет, я выхожу и говорю, дух ты мне положил на сердце передать церкви нечто. Все. Я не читающий с маленькой буквы. Я вообще это уродство и уродство. Мы должны понимать, что я до тех пор читающий, до тех пор, пока я пребываю в учении. Как только человек выходит и начинает говорить бред, и свои личные откровения, он не слушающий и не читающий. Это непонятно, кто перед нами сидит. Откровение первая глава, как апостол Павел называет себя читающим с маленькой буквы, и слушающих святых тоже с маленькой буквы. Откровение первая глава, блажен читающий единственное число и слушающий множественное число, слова пророчества всего и соблюдающие, написанное в нем, ибо время близко. Зачем слушающему, то есть нам, нужны два рода читающих? Если мы начинаем излагать прошение нашего сердца в молитве, которое размыто и не подтверждается конкретной истины в Писании, или же не соответствует воле Божией, означенной в Писании, то такое прошение, такая молитва остается без ответа, или же будет полностью проигнорирована Богом. То есть когда мы начинаем излагать прошения, которые размыты в нашем сердце, то Бог, как читающий, он игнорирует такую молитву. Для этого необходимо иметь читающего с маленькой буквы, чтобы не произносить глупые молитвы, которые научат нас конкретным истинам Писания в соответствии воле Божьей, чтобы читающий с большой буквы мог прочитать то, что у нас написано в сердце. Мне нужен читающий с маленькой буквы. Апостол, пророк, учитель, евангелист, пастырь, который бы научил меня. И далее Бог отвечает на наше прошение, которое мы просим Его с благодарением в формате своего откровения и своей загадки. И это откровение, которое Бог нам отвечает, Он отвечает с загадками. Интересный Господь. Я прошу у него вопрос, Он дает мне ответ, и в этом ответе Он дает загадку. Ну зачем? Я должен обратно вернуться к читающему с маленькой буквы. И это откровение Бога в нашем сердце необходимо истолковывать через истолкователя, того же читающего с маленькой буквы, так, чтобы оно полностью отвечало требованиям воли Божьей, означенных в Писании, и необходимо уметь ожидать, даже если этот ответ замедлит. И исходя из такой концепции, следует, что терпение в молитве, ожидание, это бодрствование как раз и есть в молитве, в которой мы стоим на страже, чтобы ожидаемое нами откровение оставалось ясным, оставалось ясным, чтобы Бог, как читающий, когда придет, время исполнения этого обетования легко мог прочитать его в нашем сердце. Евреям 10 глава 36-39. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Или же терпение нужно вам, чтобы сохранить читающего в своей жизни, чтобы, когда я пришел, я мог с легкостью прочитать то, что у вас было на сердце, и вы могли получить обещанное. Еще немного, и очень немного, и грядущий придет, и не умелет. Праведной верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. А поэтому, когда Писание говорит о том, что Бог является нашим терпением и нашим утешением, то на самом деле из этого следует, что Бог, как читающий, бодрствует над Своим Словом, которое Он вложил в наше сердце в формате Своей благодарности, чтобы оно скоро исполнилось. Римлянам 15, 5-6. Бог же терпения и утешения додорует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа и Иисуса, дабы вы единодушны, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, чтобы славить Господа и приходить в молитвы, мы должны быть единодушными в собрании по учению Иисуса Христа. Поэтому мы увидели, что в нашей жизни есть читающие из больших букв, это Господь, который исполнит Свои обетования в нашей жизни, если Он прочитает ясно эти обетования. А чтобы эти обетования были написаны ясно, ну, во-первых, мне должны научить ясно, как приходить в присутствие Божие. Что когда Господь дает ответ, этот ответ Он дает в откровении. Это откровение я не могу сам себе разрешить. Мне опять нужны читающие, которые откроют это откровение. Почему? Потому что я могу так это столковать, мое откровение, что, конечно, я получу все кредиты, а все окружающие получат только одни негативы. Благовествуемое Слово поможет мне, чтобы мне это откровение правильно принять и правильно его распечатать. И потом правильно сохранить его в продолжении определенного времени, потому что Господь, когда открывает и дает свое откровение, Ему нужно время, чтобы посмотреть это откровение, которое он дал, оно было правильно принято, правильно распечатано, открыто в нашей жизни и правильно сохранённое. Принять, распечатать, сохранить. Это очень важно. И во всех этих трёх субстанциях нужен читающий с маленькой буквы, чтобы потом читающий с большой буквы, когда пришёл, он мог прочитать свою загадку, но которая была полностью распечатана и написана очень чисто в нашем сердце и понятно. Он написал загадку и приходит к большому удивлению, когда эта загадка была однами раскрыта. Хорошо, давайте перейдём ко второй цене. За право быть облечённым благодарением – это не заботиться ни о чём при открытии своих желаний перед Богом. Как минимум, цена у благодарения достаточно велика. Филиппинцам 4 глава 6-7 стих. «Не заботясь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдать сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Условие, дающее нам право обликаться в плод благодарения, состоит в сотрудничестве человека с Богом в сфере наших забот. Наша роль – это не заботиться ни о чём, так как выполнение нашего прошения является прерогативой Бога, и все ответы на наши желания, являющиеся волей Божьей, уже отвечены во Христе. То есть мы должны понимать, почему мы начинаем заботиться. Потому что мы не понимаем, что если мы просили по воле Божьей, что это воля Божья, и ответ уже дан был 2000 лет назад в Иисусе Христе. Почему? Потому что всё это было в Иисусе Христе 2000 лет назад вложено. А мы начинаем заботиться. Почему? Мы чувствуем, что наша молитва и прошение не соответствуют Священному Писанию. И мы начинаем помогать Богу. А ему помогать не надо, он говорит, ответ уже готов. Просто молись в согласии с волей Божьей. Ответ дан. «Роль Бога» — это исполнить просимое, условленное им, а не нами время. При условии, что мы выполним свою часть завета. Следует отличать заботы, которые являются прерогативой Бога, из-за которых он несёт ответственность, и заботы, которые являются нашей прерогативой, за которую мы несём ответственность. Заботы, которые являются прерогативой Бога, это бодрствование Бога над своим словом. А забота, которая является нашей прерогативой, — это выполнение наших условий, то есть жить по слову, выполнять его условия. Наявите слово «забота», как в роли Бога, так и в роли человека, — это выражение завета, в котором каждая из сторон призвана нести определенную ответственность и определенное бремя. И когда мы переходим к другому слову, что значит «заботиться» — есть слово «забота». Но когда вдруг забота становится озабоченностью, то вот это слово «заботиться», то есть выполнять не свою роль, оно имеет в себе следующие ингредиенты. То есть у Бога есть заботы свои, Он в этом не против, у нас есть определенные заботы. Но вдруг приходит в мою жизнь озабоченность. Почему? Потому что я не хочу выполнять свою роль. Я хочу помочь Богу. А почему я хочу помочь Богу? Потому что я молюсь не в соответствии воле Божьей, и Бог совершенно не намерен исполнять то, что я прошу. Поэтому я начинаю помогать и подталкивать Бога, чтобы Он начинал что-то делать. Итак, заботиться в ее негативном смысле, включая в себя следующие слова. Беспокоиться, быть озабоченным, взвалить на себя не свою ношу, не доверять Богу, выполнять роль Бога, выражать жестокосердие и жестоковынность, быть непослушным слову Бога, быть непокорным или выражать непокорность, выражать неповиновение заповедей Божьей, являть неверие, противиться Богу, возбуждать на себя гнев Божий. Вот почему Писание говорит, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Третья цена за право быть облеченным в благодарение состоит в цене за право быть облеченным в достоинство раба Господня. Откровение 19 глава, 5 стих. Статус раба Господня проверяется наличием в сердце человека страха Господня. Статус раба Господня является самым высоким достоинством в Царстве Небесном, под которым строятся все другие достоинства. Псалом 112, 1. Аллилуйя, хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Сам Бог ставит себя в зависимость от своего слова и становится рабом своего слова, в силу чего Слово Божие по своему статусу и авторитету равно статусу и авторитету Бога. Если человек не ставит благовествуемое слово посланников Бога, которое является устами Бога на первом месте, он не может обладать достоинством раба Господня, потому что Иисус поставил себя в зависимость от благоествуемого слова. Он поставил себя в зависимость от Исаии, Иеремии, от пророчеств Моисея, Ильи. Он поставил в зависимость. И они встречались с Ним и говорили об Его исходе. Они учили вторую личность Божества, как Он должен умереть и прославить Своего Небесного Отца. Кто учил? Такие люди, как мы. Кого Он слушал? Бог, вторая личность Божества, Который сотворил все видимое и невидимое, стоял и учился у них. И когда Он учился, одежды Его начали сиять, потому что Бог им восхищался. И когда Он учился у этих, у Моисея и Ильи, то великий страх сошел на апостолов, и они начали говорить разные слова, находясь Его в великом страхе и в трепете, когда они увидели, что и как Иисус демонстрирует, что Он раб Своего Слова, и с каким Он трепетом слушал пророков Божьих и царей, и на них сошел великий страх и великий трепет, Иисус не показывал им никакой власти, Он просто показал, как Он может слушать. Они Ему говорили, Иисус как никогда стоял и слушал их, и все начало вокруг сиять, и ученики начали говорить ненормальные слова. От страха Писание говорит. Он просто показал, что Я могу слушать, и Я превозношу то, что превозносит Мой Отец, и то, что предложили превозносить Мы. 1 Петра 5, 7, 10. «Все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас». Третья цена. За право быть облеченным в благодарение состоит в цене. За право быть облеченным... О, подождите, я уже назад смотрю, да? Все, давайте пойдем посмотрим на четвертая. Цена за право быть облеченным в благодарение состоит в том, чтобы принять из рук Христа семь преломленных хлебов. Четвертая цена. Принять из рук Христа семь хлебов. Марка 8, глава 1, 6 стих. «В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть». Вот это жажда Слова Божия. Тут автомобиль, все есть, все сыт и хорошо, но не хочется сегодня пойти на собрание. Я не могу понять, кто больше... Мне кажется, вот в это время надо было Христу прийти на второе пришествие. Вот такая жажда. «Вот они находятся при Мне уже три дня, и ничего не кушали, и нечего им есть. Есть и неевшими, отпущу их, в домы их ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли пешком издалека». Это миф или это правда? Я такого посвящения в современном мире не видел никогда. Ученики же и отвечали ему, откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? И спросил их, а сколько у вас хлебов? Они сказали, семь. Тогда велел народу возлечь на землю и взял семь хлебов, воздал благодарение и преломил, и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Пустыня – это образ освящения, совершаемого ради посвящения Богу, цель которой состоит в том, чтобы приступить к Богу и утолить алканье своего Духа Словом Божьим. Итак, что такое семь хлебов? Три определения в нашей жизни. Семь преломленных хлебов в нашей жизни – это образ смерти Христова, произрастающего из корня кротости Христовой. Это образ смирения Христова, произрастающего из корня кротости Христовой. То есть смирение приходит через кротость. Это семь преломленных хлебов. Второе – семь преломленных хлебов – это образ полноты и совершенства тела Христова в лице его невесты. Третье – семь преломленных хлебов – это образ благовествуемого слова, призванного утолить алканье святых, которые приготовили свое сердце к слушанию благовествуемого слова. Придоставление сердца к слушанию благовествуемого слова — это такой род освящения, в котором мы увлекаемся Святым Духом в пустыню, в которой мы умираем для своего народа, для своего дома и для своих разливающих желаний. То есть практически, как мы говорим, что Бог может увлечь в пустыне только того человека, который любит Слово. Только через Слово Он увлекает Святого в пустыню. В пустыне Он говорит, как нам их накормить. И Он говорит, что через семь хлебов мы накормим их. Пятая цена за право быть облеченным в благодарении состоит в послушании от всего сердца тому образу учения Христова, которому предали себя в рабы. Римлян, 6 глава, 17 стих. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учению, которому предали себя. Нам следует постоянно исследовать и сверять свою веру с форматом учения Христова, принятого нами. Насколько она, наша вера, соответствует образу учения, представленному в Писании. И послушали ли мы от всего сердца принятому нами образу учения. 2 Коринфянам, 13 глава, 5-9 стих. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. То есть в другом месте он говорит, вникай в себя и в учения. А здесь он обращается непосредственно к церкви. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеясь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла не для того, чтобы нам показаться, чем должно быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Очень интересный оборот речи. Я думаю, когда евреи слушали его, они тоже выражали какое-то недовольство. Почему ты говоришь так сложно? Смотрите, я вот, когда читаю слова про Слава Павла и читаю конспекты пастыря, сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Ну, не проблемой, это грубо сказано, конечно, у меня проблем никаких нет во Христе Иисусе. «Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, а сём-то и молимся о вашем совершенстве». Быть совершенным во Христе Иисусе – это результат добровольного и сознательного рабства тому образу учения Христова, которое соответствует Духу Писания. Шестая цена за право быть облечённым в благодарение состоит в принятии победы, дарованной нам Господом Иисусом Христом над грехом. 1 Коринфянам, 5 глава, 56-57. «Жало же смерти грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господа нашим Иисусом Христом. Победа над грехом состоит в том, чтобы освободиться от рабства закону дел, который даёт силу греху». Иоанна 8, 31-36. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моём, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали мы с Семи Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь? Сделайтесь свободными. Иисус отвечал им истинно, истинно, говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». А как сын освободит? Он выше написал, что уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моём, то вы будете истинно Мои ученики и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Итак, отсюда из этого контекста можно вывести три определения. Что любое обетование, содержащееся в законе благодати, воздействует на нас в той мере, в которой это обетование познано нашим сердцем через благовествуемое Слово Посланников. Если мы не понимаем и не познали обетование благодати, то благодать не имеет на нас никакого законного юридического права. Потому что благодать – это слово из юридического словаря. Когда мы говорим «благодать», у Бога это как юридическое слово. И если человек не юрист или совершенно не знаком с законами той страны или с законами неба, то, разумеется, дьявол его обманет и он это сегодня делает. Поэтому необходимо познавать это слово. Второе, исходя из этого контекста, который мы уже прочитали. «Любая часть закона благодати без связи и в отрыве от всей полноты закона благодати не является законной и легитивной, чтобы освобождать нас от закона греха». Мы можем взять какое-то место и сказать, что я имею право на основании этого места. И судья посмотрит, неужели? Ты в церковь когда последний раз сходил? Ну, я слышал по интернету. Он говорит, вот 10 тысяч мест, которые против тебя. Чем оправдаешься? Вот проблема. Выучил истину. Мне в харизматической церкви сказали, бери, повесь ее на знамя и прозвышай и ори, мое. И я пришел в присутствие Бога, и Он показал мне другие тысячи мест, которые идут против меня. Поэтому здесь необходимо, чтобы все было законно и легитивно, чтобы закон благодати, он представлялся как монолит, как учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, а не сперная какая-то мыслишка с интернета, то, что сегодня люди и делают. Другого способа нет. Есть другой способ, но кому этот способ нравится? Собрать рюкзак и идти в церковь. Все оставить учеником, как раньше было на Руси. Вот так были ученики. Собрал и пошел пешком. Месяц идет для того, чтобы учиться и учиться образованию. Сегодня этого никто не хочет делать. Сегодня лучше объявить себя учителем. И третье составляющее из вышепрочетного места. Только пребывание в принятой нами вероучении Христовом. Пребывание в вероучении Христовом. Мы можем обвлекаться в достоинство учеников Христов и познавать истину, которая сделает нас свободными от греха. Хорошо. Седьмая цена за право быть обвеченным в благодарении, это позволить Богу торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространять нами на всяком месте. 2 Коринфянам 2 глава 14, 17 стих. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христов благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносного на смерть, для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. Итак, из этого места пастор прочитал определенные истины, которые необходимо знать и помнить и видеть. Распространять с собой познание Бога, которое является благоуханием Христовым во всяком месте, означает быть солью земли и руководящим светом в пределах только своей ответственности. Ключевое слово – ответственность. Моя ответственность. И вот как раз это то место, где я могу проявлять и быть солью земли и светом. Второе. Сила приносимого плода благодарения Богу – это способность торжествовать во Христе Иисусе посредством такого благоухания, которое для одних могло бы служить запахом смертоносного на смерть, а для других – запахом живительным на жизнь. Это плохо, когда она сговорит только «хорошо» и «хорошо». Это плохо, когда о вас говорят только «хорошо». Это не соответствует Писанию. Благоухание Христовое – это когда погибающие говорят о вас плохо, а спасаемые говорят о вас хорошо. Доказательство третье, что мы действительно являемся благоуханием Христовым и распространяем с собой познание Бога, соответствующее в том, что мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе Иисусе. То есть это следующая составляющая, которая была подчеркнута, что такое быть благоуханием. То есть это не искажать Слово Божие. Разумеется, не в проповеди, не в своей собственной жизни. Потому что жизнь человека – это есть его проповедь. Ну, я не проповедник. Как не проповедник? Ты проповедуешь всем своим поведением, всеми своими словами. Ты проповедуешь своей одеждой, своими дурными привычками. Ты проповедник. Ты, правда, не проповедуешь его? Или, наоборот, человек скромный, смиренный ученик. Просто приятно посмотреть. Он проповедует, может быть, лучше другого красноречивого проповедника. Почему? Мы проповедуем даже закрытыми устами. Когда сидим верно в своем месте и знаем свои границы и свою ответственность, это прекрасная проповедь. И люди, смотря на этого человека, начинают говорить, ага, я постараюсь тоже исправиться, то все, все, смиряюсь, возвращаюсь к своей границе. И мне никто не сказал, я просто увидел на человеке пример. И этот пример для меня послужил, полностью поменял мое мышление. Я увидел человека, живой пример, который безмолвно показал, что такое быть хорошим христианином. Восьмое. Цена за право быть облеченным в благодарении состоит в том, чтобы принимать семя, благоустроимое слово, сердце свое, как для посева, так и для утоления нашего алкианита. Бог хочет нам дать семя для посева и обязательно хлеб. Семя и хлеб, семя и хлеб. Не только семя, которое мы сеем, но когда он дает семя, он всегда дает хлеб. Потому что как ты можешь сеять? Тебе нужна сила, тебе нужен хлеб. Он не может голодному сеятелю сказать, иди сей, дайте покушать хлеб, и я пойду работать на поле. Поэтому семя и хлеб, семя и хлеб. Для того человека, который исповедует Слово Божие, нужно семя и хлеб, подкрепиться хлебом, потом идти и сеять исповедание Божие. Второе, Коринфянам 9 глава, 10-й, 15-й стих. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу обязательно. И хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы могли, во всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Благодарение Богу за неизреченный дар его. Функции сеятеля правды и функции, принимающего в пищу хлеб жизни, обуславливают человека, приносящего Богу плод уст, прославляющих его. Или же человека молящегося. Человек, который сеет семя и принимает в пищу хлеб жизни. Для человека молящегося слово Божие должно приходить в двух форматах. Семя, которое сеет, и хлеб. Сначала покушать хлеб, чтобы была сила сеять. Функции сеятеля в нашем естестве обуславливают исповедание нашими устами веры Божьей, в которую мы начинаем называть несуществующие, а как существующие. Функции, в которых хлеб жизни в нашем естестве служит пищей, обуславливают нашу способность быть уверенным в невидимом и в осуществлении ожидаемого. То есть здесь сила. Давайте посмотрим, каким образом Бог предложил Богоматери Марии. Марии, Он предложил ей не только семя, которое она должна была принять, а дав семя, Он дал ей хлеб, дал ей подкрепление, после которого, когда она вкусила хлеб, она сказала, да будь мне по слову твоему. Луки 1 глава, 26-38 стих. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. То есть Сын говорит о том, каким образом она примет семя, и моментально переходит на хлеб, дать ей доказательство, что его слово работает, реальный хлеб, который я могу кушать, вкушать, трогать могу, а не только сеять и верить в исполнение. Он говорит, вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала в старости своей, ей уже шестой месяц. Реальный хлеб, реальная твоя родственница, твоя тетя, старец неплодная, зачала, и она беременная шесть месяцев. И он говорит, что у Бога не остается бессилем никакое слово. И сразу после того, когда она получила это откровение, этот хлеб, реальный, когда она увидела факты, тогда Мария сказала, Сера Бога Господня, да будет мне по слову твоему. Обратите внимание, он не только сказал, каким образом она примет семя, он дал ей факты. Он говорит, твоя тетя, она уже беременная шесть месяцев. И когда он показал, в каком состоянии находилась ее тетя, что это невозможно было, и когда она увидела, конечно же, молодая девушка сказала, да будет мне по слову твоему. И произошло зачатие. Девятая цена за право быть облеченным в благодарении состоит в отречении от сквернословия, от пустословия и от смехотворства. Ефесянам 5 глава, 4 стих. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Плод уст прославляющих Бога несовместим со сквернословием, пустословием и смехотворством, которые мы унаследовали от суетной жизни наших тленных отцов. Сквернословие, пустословие и смехотворство это образ ветхого человека с делами его. Чтобы испытать себя на предмет свободы от ветхого человека с делами его, вышеперечисленными, необходимо дать определение неприличиям, которые не могут быть совместимы с благодарением. Неприличие это несоответствие и противоречие законам истины и правды. Это выражение через ветхую природу человека таких проявлений, как неподобающий образ жизни, неприличные слова, неприличные поступки, неприличное поведение, неприличная одежда. Именно по проявлению сквернословия, пустословия и смехотворства следует судить, что мы еще находимся во грехах наших. Сквернословие, тире, это постыдные, непристойные, гнилые, безобразные слова. В светских словарях это ругань, брань и постыдные слова, и выражение матершина. Пустословие, тире, это слова, которые не являются верой нашего сердца. Если их взвесит на весах божественного правосудия, то они окажутся легче пустоты. На еврейском слове пустые слова это праздные слова, это ничем не заполненный сосуд, глупые речи, глупости, вздор, балагурство, безрассудность, постыдная похвальба. Смехотворство, тире, это поднимать на смех, оскорблять и унижать достоинства и честь человека, высокомерно возвышаться над человеком, разрушать худую и непристойную молву о человеке. Матфея 12 глава 36-37 стих. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, сквернословие, пустословие, смехотворство, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. И последняя цена, мы будем молиться за право быть облеченным. Благодарение состоит в отречении от личных заслуг, в пользу заслуг, сидящего на престоле. Утешительная такая нотка, на которой можно будет закончить. Так, спокойно. Откровение 4, 11. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу, честь и силу, ибо ты сотворил все, и все под твоей волей существует и сотворено». Право словословить и хвалить Бога в формате благодарения имеют люди, входящие в категорию 4 живых существ и 24 старцев. Словословить в формате благодарения это все имеющиеся у нас достоинства, которыми мы облеклись по милости Бога приписывать милости Божьей, потому что все эти достоинства были приняты нами только в формате милости. На сегодня урок закончен. Будьте благословенны в вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за право приходить в Твое божественное присутствие в первую очередь для того, чтобы слушать Твое Слово и потом говорить. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня продолжаешь нас учить через Твое благовествуемое Слово. Каким образом можем приходить к Тебе? Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь сегодня нам откровения в наше сердце, что сегодня все те Твои ответы, которые Ты дал в наше сердце, они находятся в формате Твоего божественного откровения. Мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня эти откровения, чтобы эта книга запечатана семью печатями внутри и от вне была распечатана во имя Иисуса Христа. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты это продолжал делать через то Слово, которое Ты возвеличил и рабом которого Ты стал. Мы благодарим Тебя, Отец, что Ты позволил нам увидеть себя через Твое благовествуемое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам увидеть Свою силу, все Твои качества, всю Твою глубину, всю Твою долготу, всю Твою широту, через Твое благовествуемое Слово, которое было открыто силой Святого Духа. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты превознес Своё Слово превыше всякого имени Своего. И Ты называешь, Господь, Своим Словом то Слово, которое произнесли Твои уста. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Твоими устами являются те люди, которых Ты, Господь, послал. Те люди, которые находятся во плоти, но которые имеют живое откровение, которые имеют, Господь, ту истину, которую они должны передать Твоей Церкви. Поэтому мы с благодарением, Господь, благодарным сердцем принимаем Твоих святых посланников Божьих, которые позволят нам приготовить себя ко встрече с Тобою. Мы молим Тебя, Господь, чтобы все те откровения, которые мы получаем в наше сердце сегодня, чтобы они были правильно открыты силу Святого Духа. Мы согласны с Твоим Словом, Господь, что никакого прочства в Писании нельзя решить саму собою, потому что Его писали в Человеке Божии, будучи движимый Духом Святым. Мы соглашаемся, Господь, с этим Словом, и мы превозносим, Господь, Тебя в Твоем Слове через Твое Слово и через трепетное отношение к Твоему Слову, смиряясь перед Тобою. Продолжай, Господь, говорит нам через свои уста. И мы будем демонстрировать, Господь, в своей жизни тем, что мы являемся Твоим пленом. Мы благодарим Тебя, Господь, что закон греха и смерти не имеет над нами никакой власти, потому что будучи находясь в плену ада и смерти, будучи находясь в плену запинающего греха, болезни, проклятий, приходящих через суетную жизнь, Ты взял этот плен и сделал своим пленом. Благодарим Тебя, Господь, что мы являемся Твоим пленом. Мы, Господь, пленены Тобою. И ты Ты сегодня увлекаешь нас в Твою пустыню. Ты увлекаешь нас, Господь, через Своё откровение, через Твоё Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты научил нас полюбить Твоё Слово. Это не наша заслуга, Господь. Все заслуги мы сегодня складываем перед Твоим престолом, перед Твоим святым лицом. Ты нам дал, Господь, всё по Своей милости. Нам просто необходимо было Тебя, Господь, принять. И нам надо было сделать одно дело. Это просто отнестись к Твоему Слову так, как относишься к Твоему Слову Ты. И Ты даровал нам великую милость, позволяя нам обликаться в те истины, в те драгоценности, которые, Господь, мы сегодня слышим. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня увлек нас, и Ты позволил нам, Господь, быть увлеченными Твоим Словом в пустыню, где мы могли явить посвящение и освящение, в которое являлся в свое время Господь Иисус Христос. Когда мы соединяемся с Ним, подобен Его смерти, чтобы соединиться с Ним, подобен Его воскресенье, и ходить нам в обновленной жизни, обличенного в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истины. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня эта пустыня, через то же самое благовествуемое Слово и Откровение Святого Духа, трансформируется в Твой Эдем, трансформируется в место, с которого молится поклонник в Духе и в истине, трансформируется местом, Господь, с которого Ты будешь призывать и навлекать Свои суды. Являйся тем местом, откуда, Господь, Ты будешь звать и приглашать Свои громы и Свои молнии. Это то место, Господь, откуда начинает Свой путь молния громогласная. Это то место, Господь, откуда исходят Твои тучи, наполненные Твоим водой и Твоим откровением. Но прежде, Господь, Ты позволил нам найти утешение вместе с Тобою в этом пустыне. Благодарим Тебя, Господь, за все эти великие и прекрасные обетования, которые Ты приготовил для нас, но которые находятся под заклятием, под заклятием или под проклятием для души. Ты готов, Господь, дать землю обетованную и обетование только для духовного человека, только для духовного Адама, только для Иисуса Христа и для тех, которые нашли себя в Господе Иисусе Христе. Поэтому, Господь, позволь нам сегодня найти себя в Господе Иисусе Христе и позволь, Господь, сегодня утвердить наше знание перед Твоим откровением, что все эти великие обетования, которые Ты нам даровал, они находятся под проклятием и заклятием для нашей души. И что душа должна пройти через смерть, и над нею должны быть наметаны камни и сожжено огнем. И тогда ты вернешься, Господь, в эту прекрасную долину и вернешь ее нам. И скажешь, я ее приготовил для тебя. Позволь, Господь, принять нам ее с позиции Духа. Ты позволил нам, Господь, принять ее с позиции Духа. И право на долину Ахор обновляет нам право демонстрации Духа в нашем естестве, Господь, когда мы обновляем наше мышление Духом своего ума. Когда, Господь, святые Твои обновляют свое мышление Духом своего ума, это и демонстрация того, что Ты возвращаешь, и время приближается к возвращению долины Ахор, которая относится к преддверию нашей надежды. И все те обетования, Господь, которые находятся в преддверии нашей надежды, все те обетования, которые Ты сказал, что Ты их сохранил до последнего времени, чтобы дать их тем, кто сохранит себя во спасении, они будут даны в преддверии и надежды. Поэтому, Господь, позволь нам понять, что Ты хочешь благословить наш Дух, душу и тело, но Ты не намерен дать Душе обетование в первую очередь. Ты в первую очередь даешь тебе обетование для нашего Духа, изменяешь нашу душу, обновляя духом ума, и облекая наше тело в воскресенье Господа Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Мы молим Тебя, чтобы Ты позволял нам сегодня обновлять наше мышление, той истиной, которую мы слышим, чтобы мы могли пребывать в том Слове, Господь, которое мы сегодня слышим и которое мы сегодня принимаем, чтобы в Нем не завелись черви, потому что Ты приходишь во гнев, когда видишь, когда люди не радеют о Слове, которое слышали. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы имеем такую возможность приходить и благодарить Тебя за то Слово, которое мы слышали, почитать Твое Слово, утверждать Твое Слово, молиться Твоим Словом и прозвышать Твое Слово, что это то обетование, да и аминь, которое Ты нам позволил иметь через Твоих посланников, через Твои уста. Да будет, Господь, наполнен на Твои посланники, Твои уста, Твоим откровением Божьим, Да почиёт Господь Твой Дух, Дух премудрости и разума, света и крепости, ведня и благочестия. Да почиёт Господь Твой помазующий и лей и донёс колевает на голове Твоих посланников Божьих. Мы благодарим Тебя, Господь, за наших лидеров и пастырей, которыми Ты благословил не только, Господь, нашу поместную церковь, но и всё это движение по всему лицу земли. Мы благодарим Тебя за брата Аркадия и сестру Тамару. Ты, Господь, благословил нас ими, и мы приняли их как благословение в свою жизнь. Поэтому, Господь, позволь нам сегодня выразить слова благодарения Тебе за них, и чтобы, Господь, Твои благословения, которые Ты сохранил в преддверии надежды, чтобы были обильно излиты в их жизни. Ты, Господь, обильно излил нам Свои обетования, Свои истины через них. И позволь, Господь, чтобы сегодня Твоя благодать и Твои обетования, и Твои благословения были в Твоём могуществе и Твоей силе, в Твоем богатстве излиты также и в их жизни. Мы приняли их, Господь, и мы благодарим Тебя за них. да будут они благословены перед Твоим лицом. Мы благодарим Тебя, Господь, за каждого святого, который находится на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, за все те церкви, которые находятся в этом божественном движении. Мы благодарим Тебя, Господь, за это великое множество, которого мы не знаем, но которое находится вместе с нами. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот Твой остаток, святой остаток, который Ты сохранил, который является Твоей солью и Твоим светом для земли. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня находиться в Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, как за наслаждающих, так и за поливающих, но в первую очередь мы, Господь, благодарим Тебя, как за Бога, Который все взращивает. Я молю Тебя, Господь, чтобы были благословены святые Твои и были взращены в Мужа Совершенного, в мир полного возраста Христова, в Мужа Совершенного, и могли встретить, Господь, Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы молим Тебя, чтобы Ты И дал нам откровение в пятницу. Мы, Господь, как жаждущая земля, как пустыня, ожидаем, Господь, Твоего откровения. И мы жаждем, Господь, Твоего откровения. Мы жаждем, Господь, слышать Твоего Слова. Твое Слово, Твое откровение, Твои загадки, которые Ты сокрыл от интеллекта человеческого, но которые Ты хочешь открыть святым Твоим. И в этих откровениях это и будет Твой ответ на их прошение, на их моление, на их нужды. Давай нам, Господь, Свой ответ через благовествуемое Слово. И да будет открыто Твое Слово в сердцах святых Твоих. И Ты произрастил, Господь, их земля, Твои виноградники. И да будут они благословены, и да переливается их жизнь благословениями Божьими. А мы благодарны Тебе, Господь, за это святое общение на этом святом месте, в Твоем святом присутствии, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукава, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.